Так, всем привет. Шестая цива. Так, сейчас я врублю свою рожу, наверное, вы посмотрите на меня все-таки вначале, чтобы вы были уверены, что это я играю, а не какой-то чувак играет, а я потом записываю голос сверху. Мне на выбор сейчас Америка Теодор Рузвельт Прогрессивист, Индия Ганди, Финики Дидона и Инки Почекуток. Я вот смотрю сейчас просто, за что я играл уже. За прогрессивиста всего одна, я вижу, выложена игра. За Индию. За Индию. За Ганди одна игра тоже есть. За Инка. Три игры, точно не Инк. И Финикия. Финикия одна игра. Блин, так у меня все по одной. Дайте я гляну, что из них против компа, а что против людей. Ну а пока я там выбираю, за кого сыграть, напоминаю, что все серии сразу видят спонсоры канала во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. В это непростое для всех время они находят средства, чтобы поддерживать мой канал. Поэтому выложить все серии сразу для них, это малое, что я могу сделать. Все, ФиФА, кстати, было за Индию в 2017-м. Леша, на прогрессивисте. И не пее 2019-й. Да я все решаю, что выбрать. Так ты же просто... Бери Дидона тогда. А, подожди, за США я как раз против компа играл. На этой карте. Да, наверное. Не, я возьму этого. Прогрессивист, я посмотрел, что у меня и Дидона, и Ганди есть, ФиФАшка. А прогрессивиста нету. Ты его не играл. Ты же как раз когда у тебя свет рубанули. Я люблю сделать крутые, ходить, да не собирать. Вот-вот. Круче только норвежец. Там, у которого Дима, кстати, есть, но он видите его. Норвежец просто может не требовать ничего, а просто приходить и грабить. Ой, блин. А че у меня... А че у меня... У меня че-то зеленый. Че у меня цвет зеленый, блин, мне не нравится этот цвет. Я такой не выбирал. Он автоматически выбирается, если конфликт цветов идет. О, минимальная дистанция 10. Кто-то с кем-то близко явно будет. Не близко друг к другу. Блин, ставить меня на море или не ставить? Я недавно узнал, что если у тебя в озере, взгляд, не старая, то ты не сможешь поставить полдер. Потому что клетка горы не считается клеткой суши. Я бы здесь оставил город. Я понимаю, что тут несколько клеток теряется, но... Да, ты можешь ставить в озере, но ты не сможешь поставить полдер, потому что клетка горы не считается как клеткой суши. Не, ну я на воде, все. Тут у нас очень крутая клетка сразу есть. Только вопрос... Вопрос, стоит ли ее обрабатывать, или все-таки на производство, и быстрее сделать... Я бы все-таки на разведчика сначала. Извините, это, конечно, круто, но разведчики, они никуда не деваются. Даже вот наводство начнем. Так, давайте вспомним, что... Это никак не влияет. Потрясающий престиж, находящийся рядом две науки, либо две культуры рядом с лесом. Думаю, что... Давайте еще глянем, что у нас по престижу. В принципе, ну тут более-менее еще выглядит. Что там у нас еще? Все ячейки дипломатического курса универсальные, и плюс одно мировое влияние за каждую универсальную ячейку. Ну, прикольно. Воздушные юниорские кухи атома, и киностудия, это не скоро у нас будет. Ну, главное, короче, через эти клетки играть. Нам престиж когда-то надо повышать. А что у нас повышает престиж? Я помню только Эфелева башня, и этот... Заповедник. Точно не на первых отметках. Спасибо, брат. Вот это... Так, а что у нас повышает престиж? Кроме заповедника Эфелевой башни. Что еще? Смущенные места, театральные площади. Ну, прощественные места и театральные площади. Развлекательные комплексы, кредок, дамбы. А снижают рудники, промышленная зона, каменоломни. Военный лагерь. Военный лагерь снижает престиж? Аэропорт. Да, аэропорт, военный лагерь. Самое интересное, пастбища не снижает престиж, они просто ничего не дают престиж. Нет, они не снижают престиж. Ну, я бы наоборот снижал. Я тут проезжал недавно мимо коровьего пастбище. Я тоже удивился с этого. Ну, че там? Кто там заснул у нас? А Тиньо? Ну, я последний был. Так ты и есть. О! А вот это прикольно. Так, опять не выключили чудеса из ББС. Понятно. Че вы нашел? Ясно, сходу тут чудеса находят кто-то. Да, столицу под нее поставил. Стоп. Алексей, кстати, что по меткам? Ну, притормаживает, но терпимо. Ну, все равно тормозит, как бы. Не решилась графика. Я не знаю. То есть, мне пишут в комментах, типа, да я бы уже давно нагуглил, как будто я не гуглил. Такое ощущение, что я находил, кто-то писал про эту проблему, но ему никто ничего не ответил. Это единичная проблема, по-моему. Ну. Поразительно. Карта очень похожа, походу, на эти. Архипелаги. Это же фрактал. Только это... Это я так понял. Фрактал любой картой может почти получиться. Ну, я бы, наверное, сюда поставил прям город. Что это рандомная генерация на основе острова? Так, а что это чудеса вообще делает? Четыре клетки, науку, культуру и четыре золота, и все. Так, пошли, наверное, вниз. Я бы даже, наверное, сюда сначала посмотрел. А, это озер? Нет, это море написано. Ну, походу, это внутреннее море. Хм. Так, сюда подойдем, чтобы руинку взять. Да, я включил, чтобы смена суток была, так что тут будет периодически темно. Потом светло. Не знаю, если вам не понравится. Ну, чё ж, пишите. Так, теперь я бы уже, наверное, сюда ставил, чтобы и до нефрита, и до этого дотянуться. Раз, два, три. Ну, чуть далековато, но зато город хороший будет. Вы молчите, да, у меня что-то со звуком не-то? Молчи. Молчи. Два хода, если так. Тоже, да, я лучше так оставлю пока. Или может на рост вообще, чтобы быстро вырасти до трех жителей. Тут, конечно, круто это всё быстро открыть, но, а зачем быстро открывать, если я ничего не могу пока с этим сделать. Хотя вот лошади... Если... Ну, лошади, да, вот тут прям появляются, зашибись. Так, три хода, четыре. Нет, давайте пока так. Блин, варвары пришли. Варвары откуда-то отсюда пришли. Надо найти лагерь. Он сейчас будет бегать и меня наказывать. Так, ну тут вот вокруг моря вполне ставятся города. Правда, туповато, что придётся эти делать. А, блин, слушайте, а здесь-то... Мне надо всё-таки, наверное, сюда ставить. Нефрит, ладно, каким-нибудь другим городом потом присоединим. Давайте астрологию откроем. Я бы религию поставил. В связи с нахождением чуда мы должны быстро... Сделать... Да, куда-то вот туда побежал скаут. Сообщать обо мне своим дружбанам. Не хочу прачника, я всё-таки строителя, пожалуй, сделаю. Надо тут посмотреть, что у нас творится. Я хочу до трёх сначала всё-таки вырасти. Пастбище, плантация, пастбище. Я просто смотрю, где у меня три клетки. Наверное, надо будет пастбище, пастбище и здесь ферму поставить. Наверное, так сделаем. Мне бы в политическую философию побыстрее. Так, мы без случайных тех, с ворожскими кланами и с корпорациями и монополиями играем. Ага, вон он где. Согнутое дерево. Клан горцев. Могу заплатить, но зачем? Сосед мой. Он ходит тут без дружбы. Шумер, дружбу принимаешь или чему? Давай, давай. Сейчас вырастим до трёх тогда эту клетку. Давайте ещё посмотрим, где у нас престиж может быть. Вот клетка крутая, и вот клетка крутая. Может мне их лучше выкупить и их обрабатывать сейчас? То есть, ну как обрабатывать? Они просто будут что-то давать. А давайте я тут постою в защите, пускай он меня атакует через реку. Я прям недалеко от тебя. Я в курсе. Тут как бы озеро нас разделяет. Ну это фрактал, тут всё необычно будет находиться. Так. Давайте, значит, так ставим. Дальше эту клетку. Что у нас дальше по престижности? Ну я эту, наверное, куплю. Всё-таки. Не, ну это круто. То есть вот эти клетки мне не надо обрабатывать. Слава богу. Ну что ты только одну руинку нашёл пока. Которая племенное поселение. Блин, три хода мастерства просто так. Ага, плюс пять против варваров. И на веру, конечно же. Чё, свисло, я что не подтвердил? Висело, как будто я не подтвердил. Боже, три хода без ничего. Смотрите, вот это, конечно, мрак. Это, конечно, читы подвезены. Опа. Так, а где мы встретились? А, ну это не рядом. Здорово. Здравствуй. Я думаю, мы расселимся. Я думаю, канализмом может даже дружбу не заключать, да? Конечно. Ты далеко отсидеть? Не то чтобы. А как у тебя с тундрой? Одна полоска. Прям вдоль в результате идет. И рядом же пустыня. Кайфово. Очень мне нравится. Так, я вообще хотел... Священное место. Хочется, конечно, поставить не там, где... Ну, блин, с другой стороны, тут не особо много выбора. Потому что соседство горы дает престиж, в общем-то. Поэтому... Поэтому мы здесь так престиж. Но мне, видимо, придется сюда ставить. А, или, может, сюда лучше. А здесь на кампус оставить. Правда, тут еще вариант, что, может быть, здесь прикольное место с кампусом. Жалко я вот эту территорию. Возможно, здесь может быть какой-нибудь... Слушайте, давайте я, может, схожу, гляну, действительно. Нет, блин, тут надо стоять. Блин, я бы, наверное, сначала все-таки посила сделал. А потом уже... Священку. Или сначала священку. Благодаря тому, что... Рядом... Чудо. Я, получается, быстро могу ее сделать. Черт. Какие у нас еще тут варианты? Просто так жалко на эти клетки ставить. Может, все-таки на плюс два? Давайте, наверное, сюда на плюс два. Жалко, я правильно... Ну, блин, разница-то небольшая. Плюс два или плюс три. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Кончарное дело, один ход. Охренеть. Без всяких кампусов и прочего. Просто какие-то читы, реально. Ну, смотрите, 8-8, 3-2. У человека. Может, пока на производство тогда переключить? Вот отсюда-сюда, например. Верно 4 хода. А, блин, надо было на лошадей. Ну, если не эту клетку, а эту, то две и две, а тут одна. Но все равно на производство это никак не влияет, поэтому... Хорошо. Подождите, 3. А если мы вот так сделаем? 2. Вот так давайте. Пока отключу с науки и культуры, потому что, блин, и так тут все дико открывается. Ну, а давайте орошение тогда. Может, тогда подержать? Не, ладно. Построю. Есть руинка. Так, что я хочу в руинке? Рабочего. Ускорение дали, да? Вообще не понял, что мне дали. Присоединяются. Юнит мне не дали никакой. Ускорение, походу. Так, давайте дальше в Раннюю Империю. Пока. Ну, Канада не может объявить внезапную войну. Он должен осуждать и пять ходов ждать, поэтому его можно не бояться. В том плане, что он вот сейчас может какую-то войну сделать. Блин, жечь как мы близко. Фрактал. Так вот у кого 10 клеток было. Знаете, как-то... Сосед Ацтек... Не очень интересная история. Да, у меня с шумером 10 клеток. Сосед Ацтек Аттенью, ты имеешь в виду? Сосед Ацтек Аттенью, которого я упорол на прошлый раз, когда мы играли. Да какая разница, упорол ты меня или нет? Это другая игра. Ну, дай бог ты... Если бы было в прошлое, то я встал и в прошлое. Забудь. А что ты упорол его? Потому что мы с ним рядом были. И я понимаю, что в Лиде я бы его не убил. А так у меня были шансы, потому что я был Англия, у него Китай. А, вот та, которая... Где я тоже за американца был? Да-да-да. Так это не упорол ты, как бы захватил. Почему? Упорол это имеется в виду, когда... Типа, вместо того, чтобы мириться, убил игру и себе, и другому. Атинь, покажи, куда ты хочешь последний город в мою сторону ставить. Я пока плохо разведал в твою сторону. Так. Прочитаем проекты. Возьму религию, потому что... Ну, видите, нам некуда. Ладно, дракт, если мы не дальше реки. Давай, как раз я на эту поставлю, а ты тогда на вот эту реку, которая тут проходит. Я отметку поставил. Верну на производство, чтобы... В моем случае вот это можно сделать с такими клетками. То есть можно немножко отстать. В развитии не постоянно. Ну и тем более я вижу, что нету рядом... Соперников. Да, это мой варвар... Остафил. Варвара Остафил. Ого. Это уж я и думаю, я там уже с воюю с этим лагерем. Так, интересненько. У меня кони, короче, на острове. Тут остров в один тайл, и чисто там кони сидят. Ну, в принципе, старт неплохой. Давайте вообще глянем из того, что мы нашли, как тут по престижу. Ну, тут рядом с чудом, естественно, куча престижа. Сами клетки чудо будут офигительно престижные. То есть то, что рядом есть чудо у американца, это вообще офигенно. Понятно, что первый город мы просто рядом с чудом, ну, второй, имеется, после Вашингтона, рядом с чудом будем ставить. Это само собой. Тут уже похуже, но, в принципе, уже того, что есть, это уже очень неплохой старт. Вопрос. Ну, вообще, брать пантеон на престижность я не хочу. Может взять на соседство тропических лесов, кстати? Я вот тут вижу тропических лесов нормально так. Так, продолжаем стоять. Правильно, он от меня долбится. Я даже, наверное, и скаутом постою, пускай побьется. Давайте теперь письменность. Я еще не нашел. Да, кстати, я тоже не нашел. Кто-нибудь нашел ГГшки? Да, я. 20 века. Кстати, у нас второй материк разведал или нет? На тени. Что значит второй материк? Ну, для пустого континента. Ну, да, вправо идешь, там. Ну, да, да, да. Я же тебе хотел сказать, как раз. Блин, или... Я, наверное, не буду на сосед... Блин, а что вот еще тут можно взять? Какие там у нас пантеоны? Ну, на престиж, я опять же повторю, не так много клеток на престиж. Хотя я могу и веру с этих клеток с другой стороны получать, да? Ну, хорошо. Сколько у нас тропических лесов? Давайте... Чисто вот так поиск сделаю, чтобы видно было хорошо. Тут дофига, тут дофига. Ну, как бы чисто внизу дофига. Ну, хорошо. Сверху вот здесь я поставлю, соседство будет от чуда самого. Так, ну, надо сейчас решать. За пустыню кто-то взял. А кто на пустыню взял пантеончик? Вот я. Так, рыбацкие лодки, кстати. Даже пассани почти нет. Ну, не знаю, это не скоро. Культура от пастбищ. Ладно, все-таки от тропических лесов, не знаю. Что-то хочется. Так, тут стоим. Я бы тут отошел, потому что... Ну, ладно, я уже апнулся. Сейчас будет это подходить. А я как раз... Обстрелить меня, я как раз через реку его атаковать не очень удобно. Ну, я основываю религию, ставлю город рядом с чудом, и вот я в золотом веке, в общем-то. Плюс я еще на краю, ух ты, тут даже двое их появилось. Так. Берем по холмам. Берем пророка. Строим посела. Основываем религию. Ладно, католицизм. Так уж и быть. Ну, отбрать трудовую дисциплину или накорми мир? Я бы все-таки накорми мир возьму. Типа, один город ляпнул. Значит, там будет еда, тогда тут я ступу возьму, которая будет довольство давать. Че? Да, подчем, ну че-то. Да, ты прямой пантеон, это эти... Ух ты ж, еп ты. Культ плантации. К этому же веру основали, начитали в один город. Ты это не Мэйлай сделал? Зачем? На Англии вера? Ну, он на Германии, по-моему, веру делал. На Франции. На Франции, ладно. На Франции еще ладно. Да, на любой нас и ладно, если у тебя много мест под районами. Ты ставишь куст-священку и берешь куст. Сейчас попробую поиграться в следующем ходу, чтобы осталось три хода для поселенца, но при этом еще эти клетки как-то обрабатывали. Ну, правда, мало производства. Так, а вот теперь можно и атаковать прачника. Так он убился тут обменять, что ли? Да, похоже. Так, ну схожу вниз. Посмотрю тут внутреннее. Потому что, ну, с фракталом ни в чем нельзя быть уверенным вообще. Так. О, и так три. И так три. Я лучше на этом оставлю. Зашибись. Так, Ранняя Империя. Давайте трудовую повинность. Ранняя Империя это у нас на создание поселов. Два хода. Зашибись. Ну и Пингалу пока. Хотя, блин, надо было Магнуса. Смотрите, хотя тут тропические леса я не хотел вырубать. А, Катя, у нас вот тут теперь три Веры. Так, все очень даже неплохо. 4-3 у Канады. 6-8 у меня. Кайф. Блин, фига, он там клепает. Так, слушайте, ну мне надо держаться. А кто там так по культуре топит? Чтобы... Убег через 10 ходов. У нас всегда на 30-й ход. Да. Кто это так? На 30-й ход аж выходим. Кто? Пипятите у кого-то. Ну, просто у меня такие хорошие статки. Ход, как пешка. Ну, давайте обработку бронзы. А, видимо, вот эту я ускорил с руинки. Потому что я трех варваров еще не убивал. Даже, по-моему, вообще никого не убил еще. Так, ну и здесь... Надо будет поставить, конечно, через два хода. Ну, надо прачников поделать. Чукотское море. Почему в Америке Чукотское море вообще? Да, ну старт шикарный. Теперь со всей этой фигней надо победить как-то. Чей город сверху он там? Что, чей город? Сверху. Где? Ну там, выше, выше, выше. Выше, выше. Сверху. Сверху. Надо оставлю пока тут. Нам надо быстрее прачников строить. Так, пока стою в защите. Я думаю, что прачник сюда подойдет. Я его как раз убью и стану сюда поселом. Ладно, валим отсюда. Очка, а то у тебя есть, Доша, ты никого не встретил? Опа, куда? Странно. У кого много места на континенте. Не, я просто интересуюсь, мне тоже даже до нормального не хватает. Получается, это что, тут все остальные сидят как селедя в бочке, а там люди друг друга вообще не повстречали? Тут просто жесть, да. Дед, по-моему, деда кто-нибудь встретил у нас? Блин, так я тут ставлю город, и мне еще не хватает очков на золотой век. Черт. Мне надо лагерь забирать. Ну, там их столько, что я, наверное... Что ж, получается, все будут в высокие империи играть? Кроме деда. Кроме деда. А дед за кого? Дед, потом ядер. Как это обычно? Не, ну, где-то справедливо, он свою игру вытащил, я дергаю против Роскова. Факт, меня сейчас тут могут убить, нет! Суждаю. Ну, тебе просто не повезло. Так, а давайте ему так встанем, чтобы этот хотя бы этого обстрелял, хотя... Я считаю стопать немца. Черт, это я... Можно любого человека назначать немцем. Черт. Тут есть проблемки, ребята, так, давайте... Не, блин, плюс пять мне надо оставить. Сейчас, подождите. Сидит АФК. На стриме я ничего не происходит. А, я все-таки живой. Груст себе. Блин. Черт, мне реально могут убить сейчас... Ну, тут на самом деле зависит от того, протакует этот или нет. Если этого протакует, то будет норм, но если нет, то у меня минус посел на ровном месте. Слишком хороший старт, значит, был, да? Мне не хватает еще не быстрая. Сколько получается очков-то? Не, не руинок, нет, не территорий. Чего за трешенька? Мне не хватает 7 очков, но я поставлю... Я вот не помню, 3 или 4 дадут. А где еще 3 очка братья, без понятия. Ну да, все через священки пойдут. А мы, главное, уже забрали, к сожалению. Ну как же трудовало. Пожалуйста, атакуй вот этого прачника. Нет, трудовую я бы не смог. У меня тут какая-то пустыня, а потом забрали. А тут правда было. Фу. Пустыня на Канаде, это сильно. Так, повезло. Он даже этим прачником решил не атаковать. Нет. Так, сколько за это дали? Так, 3 очка. Я думаю, он наигрался. За рядом с пустыней. И 1 очко, потому что в пустыне. Рядом с Иссичудом и 1 очко за пустыню. Посмотрите на эти клетки просто. Что это за ужас? Это просто ужас. Плюс 4 вот здесь надо будет ставить. Jesus Christ. А знаете что? Мне надо в политическую философию выйти и принять. Точно, у меня же культуры дофига. Я должен успеть в политическую философию выйти. Мне надо это сделать за 4 хода. Как сказать? Из второй, в третий радиус от моего второго города. Ну я просто исходя из ее здоровья. Ветеран войны. Как будто полкан-то прошел. Нет. Просто тут лагерь варваров из 3 юнитов убил. В одиночку. Так что попрошу его немножечего уважения. Так. Хоть как-нибудь мы можем ускорить? Я так понимаю, мы тут с Америкой одни, никого рядом нету. Три. Отлично. За три хода. Ну любой находится, имею в виду. Так, ну я должен быть в золотом веке. Так, вот тут могут этого прачника убить. Поэтому меняемся местами. Тут лечимся. Что-то реально у вас весело. Что-то я разочаровался в этой карте. Эээ, Шумер, на два хода займи, пожалуйста. Да, ну это... Зачем нет. Это типичная, просто офигительная карта для меня. Железо дофиган. Что-то на карту. И тут чисто это... Катая карта, пиздец. Царгарио. Что это такое? Не, посмотри на двойку нажми. Не, у тебя места... Тут центр, посмотри. Ты понял же, что мы отбивали, да? Тут такие вещи шутить. Блин, тут еще этот дуболом лезет. Ну, им надо отступить. Тут неохота терять прачников. Ну, потому что дуболом и прачник, они завалят. Так, а вот тут я... Мяться или плакать? Вылезу, конечно. Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Это мы, в Америке, два чуда хороших. Мне как-то страшно. Два? А где второе? Там где-то лагерь мимо прошел. А там ниже еще чудо будет? Там будет еще одно чудо и плару. Я, конечно, собрал. Спасибо. Там еще не... Тебе чудо выпало, это прям странно, что. Кстати, есть бы двух людей, и вот прям экстренно. То есть мне надо вот реально тут еще исследовать. Да, видимо, на воде какое-то чудо. Там не так много престижа, но тем не менее. Будет круто. Не понял, кого мне убило. А, убило этого дуболома? Нифига себе. Тене. Там снизу слева проход. Леша. Ну да, я его уже увидел. Америка. Не, ну Нью-Йорк они не должны взять. Малифия, пустите. Представляете, какое забавное, спать... Я, короче, такое, это смотрю, руинка, думаю, подплыву, рабочим заберу. Подплываю, рабочим забираю, а это первый радиус в Варварском лагере. Бывают же такие совпадения. Совпадения? Да-да. Так. Леша. Америка. Да ты скажи, что ты хочешь сказать. Зачем ты меня теребонькаешь? Да ты не отвечаешь, я спрашиваю. Я собираюсь город поставить. Примерно вот здесь. Ставь. Первая эпоха заканчивается, я уже четыре человека из пяти нашел. Все вылезали, но почему не верят, так хорошо, что я не был. Да ладно, как я не вышел? А, нет, тридцатый еще шкод, фу ты. Блин, что-то я... Протряснил. Хватит мне одного хода. Не знаю, да, клеточки. Смотрите завтра, а спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Еще раз большое спасибо за поддержку. Играйте в умные игры и слава Украине! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok